Все семь участниц сегодняшней игры преуспели не только в своей профессии, но и в ярком цвете волос. Только одна из них сможет выиграть приз размером до 350 тысяч рублей. Остальные покинут студию ни с чем, по мере того, как раунд за раундом их назовут слабым звеном. В эфире игра «Слабое звено». Они неизменные героини мужских анекдотов. Про них говорят, что ума не на грош. Сегодня мы проверяем интеллект блондинок. Вот эти красотки. Лянка, город Москва, актриса. Лена, Москва, журналист, актриса. Рита, Москва, радиоведущая. Настя, Москва, солистка группы «Рефлекс». Елена, Москва, фигуристка. Арина, Москва, солистка группы «Ассорти». Валентина, Москва, просто певица. Теперь правила нашей игры. В каждом раунде вы можете выиграть до 50 тысяч рублей за ограниченный период времени. Самый быстрый способ – это выстроить цепь из 8 правильных ответов и отправить в банк заветную сумму. Если вы ответите неверно, вы разорвете цепь правильных ответов и потеряете деньги, заработанные командой в этой цепочке. Если вы успеете сказать слово «банк» до того, как будет задан вопрос, вы сохраните деньги, однако цепь ответов начнете строить заново. Помните, что вашим выигрышем в каждом раунде становятся те деньги, которые вы успели отправить в банк. Эта сумма переходит с вами в следующий раунд. Сумма заработанных в каждом раунде денег и составит конечный выигрыш. На первый раунд у вас две с половиной минуты. Мы начинаем с игрока, чье имя первое по алфавиту. Это вы, Анастасия. Играем в слабое звено. Первый вопрос стоит тысячу рублей. Время пошло. Из какого языка пришли в русский слова «портмоне» и «бюро»? Французский. Верно. Елена. Какой киноактрисе Алла Пугачева посвятила песню «Примадонна»? Пас. Гурченко. Арина. Название какого предмета одежды служит названием оборотной стороны игральных карт? Пас. Рубашка. Валентина. Какой частью речи является слово, обозначающее действие, например, «бежать»? Глагол. Верно. Лянка. Коперник или Галилей впервые наблюдал кольца Сатурна? Галилей. Верно. Лена. В каком веке в Петербурге был открыт памятник Петру Первому, известный как «Медный в сане»? В 19-м. В 18-м. Рита. Криотерапия – это лечение холодом или теплом? Холодом. Верно. Анастасия. Банг. Бандура – это украинский или венгерский музыкальный инструмент? Украинский. Верно. Елена. Яром. В старину называли «крутой берег» или «широкую дорогу»? Крутой берег. Верно. Арина. Каким словом французского происхождения называют остроконечную горную вершину? Пас. Пик. Валентина. Цикада – это название насекомого или растения? Насекомого. Верно. Лянка. Смоковница – это дерево или трава? Дерево. Верно. Лена. Перед каким высшим учебным заведением Москвы установлен памятник Чайковскому? Консерватория. Верно. Рита. Назовите распространенное французское выражение, обозначающее «разговор наедине». Тет-а-тет. Верно. Анастасия. Как называется? И сумчатое животное, и остров у южного бережья Австралии. Касмания. Кенгуру. Елена. Третьей или пятой планетой от Солнца является Юпитер? Третий. Пятый. Арина. Назовите московский театр, который в 1956 году возник из студии молодых актеров. Пас. Современник. Валентина. Кора какого дерева называется берестой? Березы. Верно. Лянка. Назовите парижский бульвар, где братья Люмьер показывали в кафе свои первые фильмы. Пас. Бульвар капуцинов. Сынов. Мол. Лена. Панк. Сказки Ренского леса и Оганна Штрауса. Это вальс или оперетка? Время вышло. Вы набрали 11 тысяч. Кто полностью оправдал все шутки о блондинках и, может быть, даже здорово превзошел их? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. По статистике сильное звено Валентина. Слабое звено Арина. Но чья игра закончится, едва начавшись? Узнаем после рекламы. Голосование окончено. Пора узнать, кто, на ваш взгляд, самое слабое звено. Лена. Арина. Арина. Елена. Рита. Лянка. Арина. Ленка, вы написали Лена почему? Потому что она рядом. Все такие замечательные, я просто не могу ничего написать другого. А, то есть, значит, следующая, в принципе, Рита. Потрясающе. Сколько пальцев? Четыре. Четыре. А так? Восемь. Отлично. Мне очень нравится, Ленка. Прекрасно. Прекрасно. Я думаю, что вы дойдете до финала. Если вы не дойдете, то вас довезут до него. Обязательно. Скажите, госпожа Митрофанова. Вы успели заметить, какое количество неправильных ответов выдала нам сегодня в первом раунде Арина? Ну, по-моему, три. Мне кажется, что не совсем вы в равных условиях, конечно. Что вы, Рита, работаете на радио. И настолько, сколько вы диджей, вам приходится много разговаривать. И большое количество информации сквозь вас проходит. И от природы вы, честно говоря, не блондинка. Ну, я, кстати, стала замечать, что я немножко стала тупее после покраса волос. Ну, еще у меня произошло очень радостное событие. Я родила ребенка, и, мне кажется, часть моего... И совсем. ...одурела. Но, тем не менее, вы все-таки успеваете следить за тем, кто как играет. Здравствуйте, Лена. Здравствуйте. Вы сосчитали все вопросы, все ответы. Нет, я даже позавидовала Рите, насколько она была сосредоточена в первом раунде, что она все считала неправильные ответы. А вот Арина... Вы вот написали Арина. Я вот хочу продолжить, да. А я не считала, я отвечаю вам на ваш вопрос, я не считала. Но последний вопрос запомнила. Так ты интуитивно почувствовала? Нет, нет. Я запомнила последний ответ. Последний ответ? Последний ответ... Какой был ответ? ...просовременник. Он был неправильный. Какой? Ну, вот тот, который вы задавали. Он был неправильный какой? Ну, неправильный ответ был... Ну, что вы пристаете? Короче, неправильный был. По-моему. Ну, ответ был короткий. Пас. До этого у Арины тоже был ответ. Не ответила, в общем. Не ответила. А перед этим она тоже сказала пас. Да? Да. Она футболист. Играет в женственном футболе. Вот. Ничего с этим не сделать. Арина, вы самое слабое звено. Прощайте. Прощайте. Я всегда с ужасом представляла себе, что чувствует человек, которому говорят в лицо, вы самое слабое звено. Буду утешать себя тем, что я все-таки была первой. Раунд второй. У вас в банке сумма в 11 тысяч рублей, хотя могло быть 50 тысяч. Осталось 6 игроков. Этот раунд будет короче предыдущего на 10 секунд. Мы начинаем с самого сильного звена прошлого раунда. Это вы, Валентина. Играем в слабое звено. Время пошло. Какое животное шутливо называют топтыгиным? Медведя. Правильно. Лянка. Какой элемент слова, стоящий перед корнем, называется префикс? Приставка. Верно. Лена. Архаром, иначе называют горного козла или горного барана? Архар, обидцап, баран. Верно. Рита. Кариотида. Это скульптурная опора в виде женской или мужской фигуры? Я думаю, женская. Правильно. Анастасия. Какое общее название имеет и вид бабочек, и чин высшего командного состава военно-морских сил? Ого. Адмирал. Верно. Банк. Елена. Кто сыграл учителя Мирою в фильме Казакова «Безымянная звезда»? Костолевский или Миронов? Костолевский. Верно. Валентина. Как называется песня Пахмутовой, которую пела главная героиня фильма «Три тополя на плющихе»? Опустела без тебя земля. Земля. Нежность. Верно. Глянка. Какой цвет по-украински называется блокитным? Синий. Голубой. Голубой. Лена. Банк. Назовите американца, ставшего первым в мире космическим туристом. Оф, пас. Дэнис Тита. Рита. Лабрадор относится к охотничьим или декоративным собакам? Охотничьим. Верно. Анастасия. Осьминог относится к типу моллюсков или хордовых? Моллюски. Верно. Елена. Назовите два небесных тела, которые вызывают приливы и отливы в океанах Земли. Луна и Солнце. Верно. Валентина. Какой знак зодиака следует за тельцом? Увин. Близнецы. Лянка. Назовите автора картин «Зеленые любовники» и «Розовые любовники». Пас. Марк Шагал. Банк. Лена. Какой железой организма человека вырабатывается гормон тироксин? Нет, пас. Щитовидный. Рита. Как называется капуста «Зрелые кочаны», которые не превышают 5 сантиметров в диаметре? Брюссельская. Верно. Анастасия. Ингрид Бергман. Это шведская киноактриса или английская? Верно. Банк. Елена. Какой знаменитый виланчелист и дирижер родился в 1900? Я не успеваю задать вам вопрос. Из-ви-ни-те. Вы успели положить деньги в банк? Это 10 тысяч рублей. Кому голова нужна только для ношения преречёски? Чьи волосы – лучшее, что есть в голове носителя? Один из вас должен уйти ни с чем. В связи с этим пришло время определить самое слабое звено. В этом раунде сильное звено Анастасия. Слабое звено Лянка. Но кто уйдёт на этот раз? Голосование окончено. Пора узнать, кто, на ваш взгляд, самое слабое звено. Лена. Лянка. 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 Анастасия. Лянка. Скажите, почему Лянка столько сердечек? Какие у вас отношения с ней, я не пойму. Я смотрела «Три мушкетёра», поэтому была там восхищена её игрой. «Три мушкетёра»? Да, Лянка играла в этом фильме. Это где Боярский? Это сколько же ей должно быть лет сейчас? Господи, Лянка, как вы хорошо сохранились. Ой, простите, пожалуйста. Не стареют душой ветераны. Я ошиблась, извините. Я же блондинка. Так. Я забыла. Забыла, какой фильм? Да. Но восхищалась её талантом. Ну, восхищалась. Восхищалась талантом, но не знала, где. Ну, что-то вроде там. Потрясающе. Дорогие друзья, констатирую, у блондинок не только плохо работает мозг, но и зрение. Нужно не забывать, что я ещё фигуристка. Они же связаны, зрение и мозг. Я же ещё и фигуристка, ещё и отморозила всё. Всё-таки. Ведь смогли же вы, Елена, написать «Лянка», да? Эти пять букв вам известны. С дрожащей рукой. Списывала. Лянка. Кстати, «Лянка». Конечно. Ну, я списывала, понимаете ли, с таблички. А-а-а. Конечно. Копировать я могу. Атстасия, а у вас всё в звёздах относительно «Лянки». Да. И сразу не понимаешь, «Лянка» или «Лянка». Вот так. Нет, у меня всё понятно, потому что у меня даже внизу портрет «Лянки» написал. А это «Лянка» летит? Боже мой. «Лянка», летящая «Лянка». «Лянка» летит, волосы развиваются. Расскажите подробностик. Вы же видели фильмы «Лянки». «Три мушкетёра», «Два мушкетёра» и «Мушкетёр 1». Да? И они вам, конечно, понравились. Очень. Поэтому вы решили, что на этом ваше общение с «Лянкой» можно ограничить. Итак, дорогая «Лянка», несмотря на то, что вы снимались в таких исторических фильмах, как «Три мушкетёра» в 1976 году. В 2009-м ждите. И во всех продолжениях этого фильма, и так хорошо сохранились, вы всё равно слабое звено. Прощайте. Я сама была брюнеткой очень долгое время, потом стала блондинкой. И мне кажется, что это всего лишь как, не знаю, как некие животные сменяют свою шерсть, так и девушки могут сменить свой образ. Раунд третий. У вас в банке 21 тысяча рублей, хотя могло бы быть 100 тысяч. Осталось 5 блондинок. Мы отбираем у вас ещё 10 секунд. Начнём с самого сильного звена прошлого раунда. Это вы, Анастасия. Играем в слабое звено. Время пошло. Из растения пастушья сумка изготавливают суррогат горчицы или кофе? Кофе. Горчицы. Елена, какое слово возникло из двух первых букв кириллицы? Пас. Азбука. Валентина, современные ящеры относятся к млекопитающим или присмыкающимся? К млекопитающимся. Верно. Лена, какое название в России получило раннее цветущее растение галантус? Пас. Подснежник. Рита, в каком городе познакомились главные герои фильма Ивана Пырева, свинарка и пастух? Пас. В Москве. Анастасия, в основу какой оперы Бородина легло слово о полку Игореве? Утро стрелецкой казни. Мы говорили об опере «Князь Игорь». Елена, в какое время года в России отмечают День Учителя? Осенью. Верно. Валентина. Банк. Слово «тужурка» исконно русское или заимствованное? Заимствованное. Заимствованное. Верно. Лена. Банк. Какой птице, названной пожирателем зерна, была объявлена всекитайская война? Голубю. Воробью. Рита, назовите актера, сыгравшего главную роль в фильме 1984 года «Терминатор». Арнольд Шварценеггер. Верно. Анастасия, Джон Кеннеди был президентом США в 60-е или 70-е годы? 60-е. Верно. Елена. Банк. Слугу в трактире называли «половой» или «посудный»? Посудный. Половой. Валентина. Какое небесное тело Коперник поставил в центр своей системы мира? Пас. Солнце. Лена. Какой шкульптор родился раньше? Иван Мартос или Александр Аникушин? Мартос. Верно. Рита. Боровик – это съедобный или ядовитый гриб? Съедобный. Верно. Четыре тысячи вы положили в банк, чья безграмотность превышает все мысельные пределы. Кто сегодня был полным беспредельщиком? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить, кто самое слабое звено. Валентина второй раз за игру сильное звено. Анастасия в этом раунде слабое звено. Но кому не дадут продолжить игру? Скоро узнаем. Голосование окончено. Пора узнать, кто, на ваш взгляд, самое слабое звено. Елена. Елена. Лена. Лена. Елена. Рита, а почему вы выгоняете Елену сейчас? Елена жалует, что ей холодно все время. Я подумала, может, погреется. Лена. Угу. Что? Угу. Я вся по вниманию. Вам не нравится наша чемпионка? Очень нравится. Да? А почему вы пишете ее? Вы что, отвечали лучше, чем она? И что? А вы подтанцовываете в каком смысле? Хотите выйти? Нет, не хочу выйти. Волнуетесь? Нет, не волнуюсь. И не знаете, что сказать просто? Да, просто вот не знаю, что сказать. Давайте, может быть, все так вот и так. Ну, хорошо, постоять. Леска, ну почему вы написали свою тезку? Ну, объясните. Ну, подумала, что может погреться и может, наверное, научить некоторым па. Ну, все, достаточно. Все понятно. Все понятно. В этой банке, в этой банке, в этом террариуме выжить, конечно, трудно. Елена, вы самое слабое звено. Прощайте. Да, на самом деле, может быть, мы и террариум. Но зато у блондинки самые очаровательные и самые привлекательные для мужчин девушки. Раунд четвертый. К этому моменту вам удалось заработать 25 тысяч рублей. Из возможного призов 150 тысяч. Вас осталось четверо. Раунд будет короче еще на 10 секунд. Теперь в вашем распоряжении всего 2 минуты. Начнем с самого сильного звена прошлого раунда. Это вы, Валентина. Играем в слабое звено. Время пошло. Какой композитор сыграл эпизодическую роль ресторанного пианиста в фильме «Театр»? Раймонд Паулс. Верно. Лена. Роксет. Это шведская музыкальная группа или канадская? Шведская. Верно. Рита. Какое астрономическое время года в северном полушарии продолжается примерно с 21 марта по 22 июня? Лето. Весна. Анастасия. Какому русскому художнику принадлежит картина «Сосны, освещенные солнцем»? Пас. Шишкин. Валентин. Из какого языка пришли в русский слова алгебра, алкоголь, зенит? Из греческого. Арабского. Лена. Банк. Легорный. Это порода кур или индюков? Легорный. Индюки. Куры. Рита. У календолы оранжевые цветки или голубые? Оранжевая. Верно. Анастасия. Какая по счету от Солнца планета Марс? Третья. Четвертая. Валентина. Какой стиль архитектуры возник раньше, ампир или готика? Готика. Верно. Лена. Назовите имя знаменитого итальянского режиссера Антониони. Пас. Микеланджело. Рита. Какая фамилия объединяет итальянских скрипичных мастеров? Андреа, Джералама и Никол. Видимо, Страдивария. Амати. Анастасия. Банк. Ушан. Это вид летучей мыши или зимняя шапка? Летучая мышь. Верно. Валентина. Как называется совокупность костей, составляющих твердую основу тела человека? Скелет. Верно. Лена. Банк. В каком фильме 91-го года Энтони Хопкинс сыграл доктора Лектора? А, двенадцать... Ой, ягнята, молчание ягнят. Верно. Рита. Как называются столовые приборы, которые используются как русские народные музыкальные инструменты? Ложки, ложки. Верно. Анастасия, я не успеваю задать вам вопрос. Вы положили в банк четыре тысячи рублей. Кому бесполезно даже перекрашиваться, чья блондиня здесь будет видна под любой шапкой, один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время узнать, кто самое слабое звено. Валентина опять сильное звено, а Анастасия слабое звено. Но кто проголосует в последний раз? Голосование окончено. Пора узнать, кто, на ваш взгляд, самое слабое звено. Анастасия. Лена. Валентина. Рита. Впервые в истории у нас четверная ничья. И все это связано с тем, что блондинки являются первооткрывателями мира. Они пытаются делать то, что никто никогда бы на их месте делать не стал. Они изобретают велосипед. Скажите, Лена, сколько денег в банк положила ваша приятельница по команде Анастасия? Я не считала. Одну тысячу рублей. А вы сколько положили денег? Я тоже не считала, но я несколько раз говорила в банк. Две тысячи рублей. Ну, хорошо. И это послужило, видимо, причиной тому, что вы написали Анастасию. Вот видите, вы сами все объяснили. Какая прелесть. Все дело в деньгах. Да? Все-таки выясняется, что деньги – это такой предмет, который вас очень интересует. Скажите, пожалуйста, Рита, вы пишете Лена. Это что в имени тебе моем? В чем дело? В чем связано? Ну, я чувствую, что мы очень сильно переживаем. Да? Как-то нервничаем. Может, лучше не нервничать? Значит, поскольку очень Лена нервничает, вы, Рита, и написали ее. Ну, да, наверное, да. К чему нам эти нервные люди? Правильно? Анастасия? Да. Николай. Вы хотите избавиться от Валентины? Нет. Что? Я не буду раскрывать свои маленькие женские секреты, но я написала Валентину. Вы ее не можете терпеть? У меня нет никаких к ней неприязней. Однако же есть какая-то причина в вашей надписи. Есть. Глубокая. Очень глубокая. Подтаемная. Сознательная. По Фрейду можно разобраться, на самом деле. О-о-о. Мне кажется, вы просто корыстная девочка. Валечка, вы написали Рита. Я бы написала Рита, потому что в этом раунде, в предыдущем, мне кажется, что Рита сыграла не очень хорошо. Казалось бы, мы в безвыходной ситуации. Девочки, что делать, да? Но есть правила у этой игры. И правила звучат следующим образом. Сильное звено раунда, в котором есть двойная, тройная или четверная ничья, решает, кто покинет этот раунд. Кто будет слабым звеном. В данном случае самое сильное звено – это Валентина. Валентина может назвать сейчас любую из вас. Несмотря на то, что у нее написано здесь Рита, она может изменить свое мнение как угодно. Итак, Валентина, пожалуйста, принимайте решение и оглашайте его. Кто слабое звено в этом раунде? Я не люблю подводных течений, поэтому я скажу Анастасия. Анастасия, вы самое слабое звено. Прощайте. Валентина написала меня, очевидно, имеет цель просто избавиться постепенно от двух молоденьких девочек, таких как мы, с Рита, и остаться вдвоем с Еленой, которая ближе к ней все-таки по возрасту, по возрастной категории. Раунд пятый. Общая сумма вашего выигрыша составляет 29 тысяч рублей. Если бы вы достигли своей цели, эта сумма составила бы 200 тысяч. Вас осталось только трое, и мы отбираем у вас еще 10 секунд. Начинаем с самого сильного звена прошлого раунда – это вы, Валентина. Играем в слабое звено. Время пошло. Как называется и шкаф для посуды, и место, где подаются закуски? Буфет. Верно. Лена. Панк. Какой частью речи является слово «слабое»? Слабое прилагательство. Верно. Рита, морские ангелы – это водоросли или акулы? Это водоросли. Акулы. Валентина, назовите режиссера, с которым Немирович Данченко основал Московский художественный театр. Станиславский. Верно. Лена. Из какого растения можно получить ментол? Пас. Мята. Рита. Героя какой кинокомедии звали Папандопула? Свадьба в Малиновке или богатая невеста? Богатая невеста. Свадьба в Малиновке. Ну, я не свадьба. Валентина. Сталагмиты растут вверх или вниз? Вниз. Вверх. Лена. Сколько букв «Н» пишется в существительном длина? Одно. Правильно. Рита. Рыбопискарь обитает в речной или морской воде? Пискарь, премудрый, в речной. Верно. Банк. Валентина. Банк. В каком веке родился живописец Илья Репин? В семнадцатом. В девятнадцатом. Банк. Лена. Название какой точки небесной сферы стало названием футбольной команды Петербурга? Пас. Зенит. Да. Рита. Как называется человеческий орган, частью которого является лабиринт? Мотк. Ухо. Валентина. Назовите имя мальчика, главного героя симфонической сказки Сергея Прокофьева. Петя. Верно. Лена. Банк. Как называется и отвердевший верхний слой земли, и наружный покров ствола дерева? Кора. Верно. Рита, я не успеваю задать вам вопрос. Вы заработали в этом раунде пять тысяч рублей. Кто с трудом улавливал суть, чьи ответы шли вразрез с вопросами? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. На этот раз сильное звено Лена, слабое звено Рита. Но кому не играть в финале? Узнаем позднее. Голосование окончено. Пора узнать, кто на ваш взгляд самое слабое звено. Рита. Лена. Рита. Лена. Да. Вы с Валентиной работаете по договоренности. У нас, между прочим, у обеих сыновья их зовут Матвея. И у Валентины Матвей, и у меня Матвей. И вот это так обрадовало меня, что я написала Рита. Валентина, вы мать. Дважды. У вас же уже взрослые дети? Нет, у меня одна взрослая, а другой маленький. Маленький сколько? Шесть лет. Шесть лет? Да вы должны помнить, у вас на коротке должно быть, что такое восьмимесячный ребенок. Помню, конечно. Я помню, что все время не хватает времени, поэтому Риточке нужно бежать уже к своему маленькому. Какие добрые девочки. Блонд – это просто потрясающий свет. Ой, Риточка, все равно вы самое слабое звено. Уходите. Честно признаюсь, что я обязательно расскажу своим слушателям, и их очень много, о том, как я принимала участие в игре «Слабое звено», потому что я действительно по-настоящему волновалась. Раунд шестой. Вы выиграли 34 тысячи рублей из возможных 250 тысяч. Лена, Валентина, вас осталось двое. На этот раз в вашем распоряжении будет всего 90 секунд. Любая сумма, которую вы заработаете в этом раунде, будет удвоена и добавлена к той сумме, которая у вас уже есть в банке. Это и составит финальный приз. В этом раунде на кону 100 тысяч рублей. Мы начинаем с сильного звена прошлого раунда. Это вы, Лена. Играем в «Слабое звено». Время пошло. Сортом какого плодового дерева является белый налив? Яблоко. Верно. Банк. Валентина, назовите имя итальянского композитора и скребача Вивальди. Антонио. Верно. Банк. Колли, это шотландская или ирландская овчарка? Ирландская. Шотландская. Валентина, назовите космонавта, совершившего полет на космическом корабле «Восток». Пас. Юрий Гагарин. Елена. Пас. Ой, я па-банк. Назовите самый крупный художественный музей России. Третьяковка. Эрмитаж. Уай. Валентина, какое заболевание в быту называют насморком? Ринит или танзелит? Ринит. Верно. Лена. Назовите орхидею, стручки которой используются в кондитерской промышленности. Ваниль. Да. Валентина, каким словом итальянского происхождения называют музыкальное произведение, предназначенное для одного исполнителя? Концерт. Соло. Банк. Лена, на побережье какого моря расположен курорт «Золотые пески»? Черного. Верно. Валентина, через какой горный массив изобразил переход армии Суворова на своей картине в Суриков? Через Альпы. Верно. Банк. Лена, источником какого витамина является аскорбиновая кислота? С. Верно. Банк. Валентина, в какой группе относятся бассет-хаунды? Гончим или Нормен? Гончим. Верный ответ. Гончим. В этом раунде вы заработали 6 тысяч рублей. Мы удваиваем эту сумму и добавляем ее к тому, что было заработано в предыдущих раундах. Это значит, что общий приз сегодня составляет 46 тысяч рублей. Только один из вас сможет забрать эти деньги с собой. Сейчас вам придется играть друг против друга. Вы по очереди ответите на 5 пар вопросов. Выиграет тот, кто даст больше правильных ответов. Правило очень простое. Если после 5 пар вопросов у нас ничья, мы продолжаем игру до первого проигрыша. Пока не определится победитель. Лена, Валентина. На кон поставлено 46 тысяч рублей. Играем в слабое звено. Валентина, как сильное звено по итогам прошлого раунда? Вы выбираете, кто будет первым отвечать на вопросы? Я. Как звали фею, насылавшую на людей чудесные видения, имя которой дало второе название миражам? Фея снов. Маргана. Фата Маргана. Верный ответ. Лена. Я тоже назвала. Как звали индийского бога любви, которого изображали в виде прекрасного юноши с луком из сахарного тростника, с тетевой из пчел и цветочными стрельбами? Паста. Кама. Ну да. Валентина. Испытание какого изобретения, весившего один килограмм, прошло в Нью-Йорке в 1973 году с помощью передатчика, установленного на крыше небоскреба? Спутникового телефона? Мобильного сотового телефона. Под каким названием стал известен Лена, изобретенный по заказу Наполеона Третьего французским хиником Межимурье, дешевый заменитель сливочного? Масло. А маргарин? Верно. Валентина. Назовите фильм Владимира Мотыля, сценарий которого назывался «Спасите Гарем». Кавказская пленница? Неправильно. Я не знаю. Белое солнце пустыни. Лена. В основу какого голливудского фильма положен роман Джона Абдайка о трех ведьмах, к которым явился их воображаемый идеал, мужчина мечты в виде экстравагантного беса. Я помню, там, наверное, играла Шер, там играл, наверное, Джек Николсон, там, наверное, играла Мишель Пфайфер, по-моему. Третью не помню, но как называется фильм, я не помню. Ничего нельзя сделать. Но правда, да, нет? Ничего нельзя сделать. Они играли-то? Да, мы не засчитываем ответ. Я, ну, что делать, я не помню. Но это иствикские ведьмы. Да, 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 точно, точно. Валентина, дочь какого-то французского художника, испанского происхождения, создала свою линию духов и косметики, для рекламы которых использовала собственный образ. Сальвадоро Дали. Пабло Пикассо. Если вы сейчас ответите правильно, Лена, вы выиграете. Назовите английского музыканта, посвященного в 1998 году в «Рыцари», настоящее имя которого Режонал Кеннет Дуайт. Элтон Джон. Верно! Лена, сегодня вы самое сильное звено, и вы уходите домой с суммой 46 тысяч рублей. Валентина, вы уходите ни с чем. Вы смотрели программу «Слабое звено». До встречи! Буду теперь рассказывать, что я самая умная блондинка. Я, честно говоря, не ожидала, что вообще дойду до финала. Мне очень приятно. И, ну, замечательная программа, я получила огромное удовольствие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok